Здравствуйте! Вы смотрите деловую программу «Ресурсы». Ближайшие пять минут с вами Эльвира Найманбаева. До Нового года бензин не подорожает. В этом на брифинге заверил заместитель председателя АРЭМа Сылбек Дусибаев. Он рассказал, что также не планируется повышать тарифы на электроэнергию, тепло- и газоснабжение. Железнодорожные и авиабилеты внутренних рейсов до конца декабря тоже не подорожают. Обязательную установку посттерминалов отсрочили на полгода до 1 июля 2014. 1 января 2013 года обязанность по установке и применению посттерминалов по соответствующим видам деятельности возлагается только на налогоплательщиков, применяющих общеустановленный режим налогообложения. А с 1 января 2014 года на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, применяющих специальный налоговый режим. Патент, упрощенная декларация. Дополнительно сообщаем, что в настоящее время парламентом Республики Казахстан принят законопроект, содержащий в том числе норму по переносу срока перехода с 1 января 2014 года на 1 июля 2014 года. В этомстве отмечают, что требования по установке и применению посттерминалов не предусматривают отмену наличных денежных расчетов, осуществляемых при торговых операциях и выполнении работ, оказании услуг. Также в Минфине напомнили, что с 2013 года от установки и применения посттерминалов освобождаются лица, осуществляющие деятельность в сфере торговли сеткохозяйственной продукции и продукции аквакультуры собственного производства, а также через веносные прилавки, автолавки, палатки, киоски, контейнеры и на территории торговых рынков, а также лица, находящиеся в местах отсутствия сети телекоммуникации общего пользования. Говорить о возможном размещении акций Казмунайгаза на фондовых биржах пока рано, как и об определении консультантов КМГ по этому вопросу, информирует пресс-служба компании. В связи с опубликованием рядом СМИ информации о планируемом размещении акции АО «НК Казмунайгаз» на иностранных и казахстанской фондовых биржах КМГ считает необходимым сообщить, что в соответствии с постановлением правительства РК от 8 сентября 2011 года КМГ был отнесен к третьему эшелону компаний, компаниям, акции которых могут быть размещены на рынке ценных бумаг после 2015 года, говорится в сообщении. По данным пресс-службы, целевая индикативная доля размещения акций в рамках программы «Народное IPO» составляет от 5 до 15% от общего количества голосующих акций. При этом их точное число будет рекомендовать Совет директоров ФНБ Самрук Казана после обоснованного представления компании при подготовке к IPO и утверждения правительством. Также отмечено, что КМГ не рассматривает вопрос о выкупе 37% акций глобальных депозитарных расписок своей дочки РД «Казмунайгаз», размещенных на казахстанской и лондонской фондовых биржах. Средний оклад в Казахстане 105-110 тысяч тенге. Компания «Хэндхантер» проанализировала около 7 тысяч ноябрьских вакансий и обнародовала уровень зарплат, которые предлагали работодатели-соискателям. Максимальные предложения пришлись на профобласти строительство, недвижимость, добыча сырья и высший менеджмент. Высокие оклады получают также в сферах высший менеджмент, консультирование, строительство и недвижимость. В категорию менее 100 тысяч тенге попали наукообразование, спортивные клубы, фитнес, салоны красоты. Административный персонал, туризм, гостиницы, рестораны. Безопасность, рабочий персонал, домашний персонал и начало карьеры студенты. Казахстан занял 66-е место в мировом рейтинге благотворительности, который составил британский благотворительный фонд «Чаритист Эйд Фаундейшн». Всего в список попали 135 стран. При составлении рейтинга учитывались денежные пожертвования в благотворительной организации, работа в качестве волонтера, а также оказание помощи нуждающемуся незнакомому человеку. По числу денежных пожертвований наша страна оказалась на 87-м месте, по помощи нуждающимся на 64-м, а по числу волонтеров на 26-м. Лидером рейтинга благотворительности в этом году стали США, следом идут Канада, Новая Зеландия, Мьянма и Ирландия. Россия оказалась на 123-м месте, Украина на 102-й позиции, Беларусь на 93-й. В конце списка Китай, Хорватия и Греция. И последнее. Нацбанк выпустил в обращение памятную золотую и серебряную монеты, год лошади из серии «Восточный календарь» номиналом 500 тенге. Памятные золотые и серебряные монеты имеют форму 12-гранника и идентичные изображения лицевых и оборотных сторон. И на этом у меня все. Благодарю за внимание. Пусть ваши ресурсы никогда не иссякают. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова